всем всего хотелось бы напомнить что у меня также есть каналы в telegram zen rutube и vk поэтому переходите по ссылкам в описании и подписывайтесь туда где вам будет удобнее то мало лишь что 11 марта случилась трагедия для gc game world казалось бы трагедия но лживый control damage делает свое дело но обо всем по порядку 11 марта сообществе вконтакте под названием вестник того самого сталкера вышел пост в котором администрация этого сообщества написала примерно следующее у них есть десятки гигов рабочих материалов это описание кат-сцен черновые кат-сцены полноценный сюжет арты скриншоты и многое другое они заявили что выложит все в сеть после 15 марта потом вышел другой пост которому они сказали что выложить 10 гигов 15 числа но я немножко забегаю вперед так называемое предложение а по факту шантаж содержит следующие пункты первое одуматься и переосмыслить отношения к игрокам из беларуси и россии извиниться за недостойное поведение к простым игрокам из этих стран второе предлагаем разбанить пользователя nf star вашем официальном дискорд канале вы забанили меня ни за что из-за этого пришлось прекратить сдерживаться третье отдельным вопросом идет возвращение ру локализации фанаты ее ждут от вашей официальной компании не надо из-за политики портить людям игру потом авторы сообщества высказали такую удивительную мысль что это не шантаж а предложение но давайте откровенно если что-то выглядит как шантаж пахнет как шантаж то это шантаж когда выдвигается ультиматумы из разряда сделайте или мы сольем это шантаж чистой воды но тут все куда более закручено и это принесет большие проблемы русскому игровому сообществу казалось бы куда больше ведь даже steam пополнить та еще задача а сейчас всячески весенние акции там проходят ну да ладно я драматизирую конечно же со стимом все уже не так плохо а даже отлично ведь есть team balance пополнение кошелька steam самой низкой комиссии по крайней мере из тех которые я встречал при этом огромное количество отзывов во вконтакте которые демонстрируют что сервис работает как часы вот сейчас я сам пополню свой кошелек steam на 100 рублей ускорит только процесс ввода реквизитов и как видите деньги пришли моментально на сайте имеется раздел со скидками игр в steam причем сделано настолько удобно что даже в сам steam заходить не нужно выбрал игру увидел на нее скидку прочитал краткое описание посмотрел скриншоты и трейлеры и сразу можешь пополнить баланс стима при этом ничего самому считать не нужно steam balance подсчитает все сам а потом просто зашел в steam и купил уже эту игру и сейчас steam balance весьма актуален ведь уже совсем скоро стартует весенняя распродажа в steam и проще весенние акции обязательно закрепляйте сайт закладках и тогда вы не упустите ни одной распродажи и прочих акций переходите по ссылке в описании покупайте хорошие игры по адекватной цене и так для того чтобы картина была более полноценной мы пойдем по хронологии 11 марта начался шантаж и почти все были уверены что ответ будет наподобие мы не ведем переговоров с террористами даже я об этом писал уж слишком очевидно но то как выкрутились gc game world мое почтение уже 12 числа вышел твист двумя картинками на которых было написано их заявление его что удивительно но на русском языке такого не было хотя ранее они всегда дублировали свои заявления поздравления прочее говно на три языка но в этот раз так делать не стали сейчас я прочитаю это обращение а также куда без изъявительных комментариев поскольку сдержаться я тут не смогу уж извините но хотелось бы отметить что выйдет две версии ролика одна для youtube и других социальных сетей а другая без цензуры где и будут фигурировать материалы которые слили и сам ролик будет длиннее выйдет он на бусте но вы не подумайте что меркантильная мразь я просто хочу показывать и говорит то что думаю а на youtube такое заливать уже почти невозможно стопудов прилетит страйк но на бусте ролик будет доступен бесплатно поэтому упрекать меня в жажде наживы не стоят ссылка на него в описании погнали дальше и приступаем к цитированию недавно учетная запись нашего сотрудника для приложения коллективной работы с изображениями было взломано ответственность за это взяло на себя сообщество из российской социальной сети и вот прям сразу я уже не могу сдерживаться насколько я понял в вестнике того самого сталкера нет русской администрации там фигурирует вроде как всего два человека nexus и ник frost которые и сливали инфу так вот они украинцы если я ничего не путаю но нужно же обязательно мазануть говном русских но как это сделать то а вот так берешь и говоришь что социальная сеть русская но ой как это удобно если мы хотим то манфиш не русская игровая студия а кипрская если мы хотим то gc game world не кипрская а украинская и опять же если мы хотим то в контакт русская несмотря на то что она зарегистрирована на венгерских островах а это великобритания но если вдруг vk сделать что-то хорошее то они переобуются и будут говорить что это русская команда русская контора нельзя ни в коем случае пользоваться ее продуктами они стесливают фсб и так далее я обожаю эту штуку хотя скорость вы каврии как это не прокатит сейчас поступают новости о том что vk собирается переезжать в российскую юрисдикцию но поживем посмотрим как же это великолепно писать своих трейлерах сделано в украине при том что игра сделана как бы в чехии кипрской компании и да причину переезда в чехию я понимаю но вот студия зарегана на кипре уже очень очень давно короче весьма удобная хрень двойные стандарты которым удивляться уже не приходится но идем дальше по обращению они угрожают использовать полученные данные для шантажа и запугивания это не первая попытка взлома и утечки наших данных включая личную информацию вот уже более года мы подвергаемся постоянным кибератакам мы сталкиваемся с шантажом актами агрессии взломами попытками причинить вред игрокам и фанатам а также попытками нанести ущерб процессу разработки или репутации нашей компании вы меня извините о какой репутации вообще идет речь на западе про gc game world пусть и знают но весьма мельком репутации у нее там почти нет она была только в странах снг и вот тут вы репутацию сами уничтожили сливы личных данных это как по мне дичь я тут соглашусь но кто скажем так дал карт-бланш на такие действия вы знаете что сталкерская комьюнити очень токсичная причем дело не в нации или стране и и токсичность связана только с тем как долго им пришлось ждать ждать гребаного анонса разработки а потом произошел анонс разработки и у всех фанатов случился массовый оргазм но потом вы начали с ними очень интересно обращаться когда эта разработка началась очень интересно и очень неправильно и финальным аккордом в этой унылой песне это два действия первое это наплевательское отношение к фанатам которые реально вас любили и были аполитичны и поэтому они не знали про законы я говорю про статью просьбу донатить в ссу и так далее а второе это полный отказ от русскоязычного комьюнити пока да вы еще вроде как обещаете субтитры и еще пока дублируйте посты на русский язык но после этого слива я думаю и это изменится вы за эти годы должны были понять каким комьюнити вы имеете дело я назвал его токсичным но возможно немножко ошибочно тут скорее речь даже идет про любовь про такую знаете настоящую даже немножко психически больную любовь вас могли бы носить на руках прощать вам абсолютно все если бы вы делали хотя бы что-то адекватное но вы вместо этого сделали очень 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 много дебильных поступков и теперь вас эти фанаты втаптывают в землю и тут речь идет не о том что вы отменили российскую локализацию например тут речь идет даже о том что было два года назад три года назад наплевательские отношения бесконечные разговоры про индей и прочее прочее говно теперь ко всему этому добавилась и политизированность и отрицать это глупо но идем дальше по цитате мы украинская компания и ну да ну да и как и большинство украинцев мы пережили много вещей которые гораздо более ужасные разрушенные дома разрушенные жизни и смерти наших близких попытки шантажировать или запугать нас совершенно тщетны наша непоколебимая приверженность поддержки нашей страны остается неизменной мы будем продолжать делать все возможное для поддержки украины и это не изменится в будущем ни при каких обстоятельствах несмотря на попытки сломить нас мы остаемся сильными и мужественными потому что когда вы верите во что-то и любите это всем сердцем вы должны защищать это любой ценой мы через многое прошли однако эти вызовы только пробуждают нас работать еще усерднее потому что мы верим что правда на нашей стороне зло никогда не победит в случае каких-либо утечек мы просим вас воздержаться от просмотра или распространения информации о сталкер сердца чернобыля устаревшие и незавершенные материалы могут испортить впечатление от окончательной идеи которые мы вложили в игру мы рекомендуем вам набраться терпения и дождаться официального релиза чтобы получить наилучшее впечатление мы верим что вам это понравится мы хотели бы выразить нашу глубочайшую признательность нашему лояльному сообществу мы ошеломлены откликом и поддержкой которые мы получили от вас спасибо вам за это от каждого члена команды gc game world наша миссия состоит в том чтобы направить все наши силы и страсть на доделку проекта и доставить его вам несмотря на все препятствия на пути ваша поддержка это наше вдохновение этот ответ был он принят и ник frost продолжил сливать при этом его мотивация как бы он не говорил весьма очевидно он не за все хорошее против всего плохого в интервью он дал понять что причиной в том числе причиной послужил банк дискорде и вот тут я снимаю шляпу как и всегда он не стал лицемерить и сказал прямо и это достойно уважения конечно не особо ясно на что он принципе рассчитывал когда писал эти три пункта потому что извиняюсь конечно даже душевно больному было ясно что ничего из этого не выйдет они ничего из этого не выполнят они скорее всего ничего из этого бы не выполнили даже если бы был на руках играбельный билд проекта можно сколько угодно поливать говном gc game world но стоит признать пока не весьма принципиальные даже чересчур поэтому решение просто и nexus об этих пунктах их мотивацию я понимаю но не принимаю мне это кажется очень наивным и глупым если они реально хотели чтобы вернули русский язык и вдруг внезапно начали уважать русскоязычной комьюнити то они сделали все чтобы добиться обратного сейчас у gc game world появился очередной козырь в рукавах для дальнейшего унижения русских фанатов а фанатам и насрать им хоть сы в глаза все божья роса про феномен фанатов stalker я порассуждаю как-нибудь в другой раз сейчас gc game world будет регулярно плакаться о том что они бедные несчастные что их травят и взламывают и так далее и тому подобное и это пожалейка будет работать им на руку ник frost и nexus запустили одну из самых глобальных пиар акций для gc тут прям можно поаплодировать при этом при всем gc game world не потеряла вообще ничего слитые 16 гигов но это прям совсем мрак для блогеров по stalker это подарок для фанатов stalker ну возможно еще более менее интересная информация для gc game world это сплошные плюсы они вообще ничего не потеряли если бы не слитый сюжет я бы подумал что у них просто у них на зарплате сидит а чё вложение минимальное а шум такой что еще на пару лет хватит и да судя по всему на пару лет если верить фросту то игра разработана на процентов 25 но тут я не берусь судить я вообще не понимаю как эти проценты в принципе можно подсчитать но я уверен что дальнейшие переносы будут мотивироваться этим сливом я повторюсь по факту этот слив ничего критичного не сделал а только сыграл на руку самой студии фанаты и блогеры возможно будут копаться но основная целевая аудитория второго stalker даже не узнает про этот слив если вы являетесь фанатом stalker и до сих пор думаете что вы целевая аудитория подумайте блять еще раз новая целевая аудитория этот запад и геймпасс я не раз говорю и еще не раз скажу геймпасс идеальное решение для stalker 2 если игра выйдет и хотя бы будет просто средней то десятки миллионов игроков для нее уже найдены пока в геймпассе около 30 миллионов подписчиков и поверьте многие из них скачают stalker 2 не потому что они знают про эту игру что-то или ее ждут а потому что геймпасс не так богат на крупные релизы и почти каждую среднюю или крупную игру скачивать почти все пользователи геймпасса 10 миллионов игроков в игре grounded не дадут соврать а если верить сливу то планируется как минимум 3 dlc то еще и на этих dlc денег поднять можно потому что dlc не входит в геймпасс версии то есть даже с этих потенциальных миллионов игроков можно будет стричь купоны помимо денег от microsoft поэтому у gc game world все будет шоколаде а этот слив от просто ничего плохого для них не сделал а наоборот давайте просто емко и кратко подытожим что этот слив дал для gc game world пиар последнее время про stalker забыли и тут бам вспомнили а поскольку материалов много то шум будет поддерживаться еще очень долго оправдание для переносов теперь любые переносы будут оправдываться этим сливом и не перед пользователями потому что gc game world насрать на пользователей а перед microsoft чтобы те дали еще время оправдание еще больше русофобии русские к этим сливом не имеет никакого отношения насколько я понял но кипрская студия из чехии будет на это ссылаться раз за разом также вполне вероятно новости теперь не будут дублироваться на русский язык возможно даже выражут субтитры и прочее говно сейчас gc game world находится в выигрышной позиции и так будет и дальше если бы не как со своим не ищите кому выгодно то я бы искал и сделал вывод что это выгодно только gc game world а что получили мы ничего вестник того самого stalker получил хайп блогеры получили кучу материалов которые будут обсасывать еще очень долго мы русскоязычные пользователи не получили ничего кроме очередных попыток нас унизить вестник того самого stalker мог конечно поступить более выгодно для себя и растягивать материалы но не стал за что ему спасибо но в целом материалы сами по себе мусор который для обычных пользователей не представляет никакой ценности только для блогеров и только для фанатов и сегодня мы его будем разбирать на стриме чтобы убедились насколько это дрянь в описании есть ссылка на телеграм чтобы не пропустить анонс стрима переходите и подписывайтесь ник frost или nexus говорили что у них есть десятки гигов материалов но пока выложили только 16 а что есть еще вот вопрос но лично я думаю что если и есть что-то то точно такой же мусор который интересен только тем кто в курсе грустно все это вот он новый виток конфликта между разработчиками и русскоязычными пользователями который будет только жестче но но даже к лучшему возможно даже самые упоротые кукол фанаты stalker поймут что gc game world их всех наху вертела да и вообще за люди не считают и они одумаются но отчет я слишком оптимистичен легендарные ламповые времена 2009 года со всеми stalker фестами и прочим прошли и больше не вернутся добро пожаловать мир которым полон ненависти если вы считаете что вы не заслужили этой ненависти это не значит что она не будет лица на вас не нужно питать иллюзий что ж а на этом все если вам понравилось видео то ставьте лайк и подписывайтесь на канал также залетайте в телеграм-канал и не пропускайте анонсы стримов и спасибо за поддержку на бусте отдельное спасибо спонсорам с никнеймами лаки мук эрон стон а летчего 3x а сибирский нефтяник хироман педофильские усики притчер и айту феникс а если и вы хотите попасть в эти титры то ссылка на мой бусти в описании что ж а на этом уж точно все и всем всего